Доброе утро всем! У нас уже 10 часов, мы всем позвонили, папе позвонили. У них там тишина, тоже 0, там минус 1, у нас примерно такая же температура. И они хотят поехать на море. Сейчас выехали на рынок и хотят на море, потому что ветра нет. Холодно не будет. Вот, я уже отфоткала пряники, упаковала их. Сейчас пойду оденусь, умоюсь и пойду их отнесу, и потом уже с Григорием будем завтракать. Такая вот коробочка получилась. Решила даже новогоднюю. Такую вот декабрьскую коробочку со снежками. Вот так. Сейчас пошла одеваться и будем отнесить подруги. Да, Даша пойдет на день рождения. Все, я вышла. Тут у нас все выни. То есть морозит, и по-моему, вот эта вот лужа уже капает с крыши, но вот эта вот лужа, по-моему, замерзшая. Да, это ледик. Круть. Как я люблю эти узорчики. Надеюсь, что скоро они у нас и на окошках появятся. Все, пошла я к соседям. Так, думала отнести пряники же, а Даша, не знаю, Аня что-то не берет трубку, так что пряники пока подождут. Даша у нас дома. Так, мы с Григорием завтракаем супер вреднющим завтраком. Та-да-да-да. Кто у нас там вредный? А какой? Полезный? А что же тут полезного? Ну, для свиньи, да? Да. И все, ты опять начинаешь решить чай? Нет, реально, которые живут у нас там. Так, я приехала за девочками. Поедем куда? Куда? Нет, ну тут же были, а вот одна. Вот мой телефон. Покажи. Тетевере пришел чехол, да? Вот такой вот красненький. Красненький чехольчик. Вот так вот. Он одевается без стекла. Просто такая вот красная обложка. У меня есть прекрасный телефон. Все, давайте на телефон. Да, и он очень быстро-быстро вообще этот чехол пришел. Еще и в красивой упаковочке, да? Зоя Степановна, кому вы там звоните? Кому. Зоя Григория. Зоя, а где ваш ребенок? Алло, Зоя. Алло. А ты ко мне приедешь в гости? Да, ты сама не ешь. Не, я туда лучше без ничего. Да подожди, сейчас же бабушка Зоечку оденет и поедет. Посмотрите на там. Выходи, не торчись. К маме ты хотела? Когда мама была в роддоме? Она так быстро приехала. Так, все, пошлите в машину. Да. Там дедушка уже вас ждет. Ага, а я играю в видео. У нас уже пол третьего. Я пока смонтировала видео. Все, теперь убираюсь на кухню. К нам приедет скоро Олеся с Мишей. Девчульки тут мои кушают, да? Пряники выбрали. Маргарита, вот пряник и колбасу, ну это же нормально, да? И Зоя Степановна снегурочку мою ест. Ммм, моя красавица. Зоечка, у тебя тут заколочка, наверное, да, упала? Да. Ну мы потом заколем. Ну мы потом заколем, хорошо? Давай я тебе вот так поправлю. Так, Маргарита опять начала баловаться. Поэтому Маргарите видео на канал Крошку Маргошку у тети Веры не снимает, да? Потому что она баловница. Все, девочки оделись. Мы включили новогодние мультики. И к нам приехали гости, да, Зоя? Кто к нам приехал, расскажи. Это кто? Это дядя Миша? Дядю Мишу все дети любят, да? Привет, дядя Миша, заходи. Тихо? А, много? Не, а наших нету. Мы себе еще двоих взяли. Только девочек. У нас снег пошел. Это все Олеся нам привезла снега. Вот, как и нет, приедет нам в Санкт-Петербург. С Краснодара. У нас весна на окне. И все. Привет! Слушай, как будто я тебя снимаю, и тут швабра возле тебя, чей веник стоит. Это же детский. Я такой, чей, вот это поубирать пришла. Бля, вот эта палка просто мешает. А ты просто поиграть, да? Как у тебя дела? Ты ожила? Не снимай меня. Ты сама себе будешь снимать? Я видишь, красное все, оно чуть покраснело все. Ну, зима же, ты просто замерзла, там же снег валит. А у меня, видишь, что есть? Смотри. А что это такое? А ну, покажи. Дай я сниму то, что ты снимаешь. А что это за приложение? Это твое только? Нет. А ну, поближе чуть. Дед Мороз у нас уже, к нам под Дед Мороз пришел? А елки нет, глянь, пляж. Где вы, ладно, елку дели? Есть еще. А сосиска? Да. Сосиска круто, новогодняя? Гамбургер. А это на нас, получается, на лицо надо. Но у нас нет лица, я ее закрыла. Видно, что я там с ушами, да? Вот, я еще что-то, что это? Что это? Не знаю. А, это типа этот был. Дура. Все, Олеся уже домой. А в моем видео у тебя все не видят? А я же не знаю, у тебя уже есть свои видео. Я снимала вашу, вашу, эту. Кого, елку? Ну и что, там красиво, елку как украсили, ты видел? Нет. Леся, привет. Все, привет. Привет, Леся. А вот этого гномика мы не заметили. Да. Что ты мне это смотришь? Кого? Пионов. Сейчас? Да. Бери все. Мне не жалко пионов. Пионов. Вот такая погодка, да? Класс, да? Вот это зима, вот это точно. Вы хоть зимой к нам приехали. Теперь у нас Новый год, настоящий. Нам говорили, что у нас нет Нового года, но... Существует? Да. И на камеру мне капает. Привет, Олеска! А я теперь с челкой. А я без. Ну и дура. Вы же сейчас скажут, какая я не культурная женщина. Нет. Говорю плохие слова. А что я снимают? Подожди. Никого же нету, родня. Поэтому кучи гурток нету. Зоя Степановна, ты не доспала, Зоянечка? Я Маргоня. Маргоня? Маргоня уже умотала, да? Вышла уже, на улице тебя ждет. С папой вместе. Смотрят на снежок. Там же снежок, Зоечка. А я подумала, потому что... Тоже пойдешь, да, посмотришь? Да. Только обуйся, ладно? Да. Договорились? Ты маме говорила, что тетя Олеся к нам приезжала? И дядя Миша, да? И ты так хорошо слушала, слушала, что даже заснула на кресле же. Под разговоры, да? Под лапшу, да? Молодец. Давай сапожки. Оказывается, жди меня. Я думала, что оно уже не идет. Оно идет, но по НТВ и как-то... А, ну так и называется, жди меня. Вот только ведущая уже. Это бешеная хозяйка. Юлия Высоцкая. И вот ведущего я даже не знаю. Так, а у меня опять пряники. На следующую неделю у меня есть заказы. Поэтому я их расписала. И уже нужно начинать делать так, чтобы не было потом до трех часов ночи. Потому что... Что у нас? Потому что елки. Двадцать шестого у нас целый день елки. Но на двадцать шестой заказов нет. Есть на двадцать седьмой, на двадцать девятой и на тридцатой. Но это же все нужно заранее подготовить. Поэтому... Вот как-то вот так вот. Вот так вот Гришка вышел за дровами. А ну-ка, открой дверь. Гляньте, у нас какие хлопья вообще. Глянь, там все белые. Ну да. Круть. Так, если еще завтра мороз будет, так как хорошо. Как мы завтра с тобой поедем, да? Снег это к хорошему. А? Конечно, к хорошему. А что, что-то плохого? Так, ты что, на улице погуляешь? Я не хочу. Напекла я пряники. Одни вот такие вот, ну, вот такие вот два пряника мы съели. Потому что я хочу из них сделать такую погремушку. Но одни неправильно высохли. Потому что их нужно было переворачивать. То есть они у меня сохли вот так вот. Но их нужно было перевернуть. Для того, чтобы вот здесь вот не было ничего. Ну, то есть здесь все должно соприкасаться с поверхностью, чтобы... В общем, хочу попробовать с изомальтом. Сделать, чтобы это была как настоящая погремушка. Но это уже будем делать завтра. Пока моих родных нет. У меня вдохновения тоже нет. Так, что хотела вам показать. Я, в общем, душ, отзышу волосы. Не знаю, видно ли вам. Но я обожаю вот этот вот мокрый эффект. Который вот с этой стороны. Не знаю, как это будет видно. Вот, вот так вот, надеюсь, теперь будет видно. Ты показываешь, какую-то фигню. Мой мокрый эффект, который я никак не делаю. Мне кажется, если его сейчас пенкой или лаком заделать, то он будет вообще здорово. Такие такие волнушки. Но надо все-таки досушить. Потому что сейчас спать ложится. И это будет завтра. Пипец, что. Ну что, я, в общем, не расписывала сегодня пряники. Потому что, когда нет моей семьи, всех дома, то настроение совсем не то. Вчера еще как-то. Но сегодня вечером я уже все. Я без них не могу. Жду, когда завтра они приедут. И тогда уже буду с хорошим настроением все делать. Плохим настроением не делаю. Не хочу. Хочу лежать. Плевать в потолок. Поэтому смотрела сейчас кино, как всегда, по вторую включила. И это же, если только начнешь, то все. На рекламах бегала, здесь все поубирала на кухне, все поскладывала, чтобы завтра быстренько приготовить завтрак. Ехать на... Правильно это называется кью-тест. То есть, сдача на пояс, на полоску. Ну, вот, у нас будет, получается, какой-то девятый кью, по-моему, или даже восьмой кью. Я, в общем, точно посмотрю, что там у нас было написано в грамоте. Я уже не помню, но у нас либо девятый, либо восьмой кью. Белая полоска, это белый пояс, это десятый. Точно не помню, но, короче, завтра узнаем, на какой кью. В общем, мы сдаем оранжевый пояс, у нас будет синяя полоска, если мы все сдадим, потому что там и бои будут. Так что как-то завтра посмотрим, что там будет. Так что оставайтесь с нами. Несмотря на то, что сегодня какой-то сумбурный влог, такой, как всегда, лентяйный, я его называю, но одна радость, пошел снег. Что сейчас там, даже не представляю. Сейчас надо глянуть, сколько там насморозится на улице. Знаете, по-моему, плюс один, и снег слегка-слегка такой. В общем, всем до завтра, всем пока. И я уже жду свою семью. Будьте счастливы, будьте все вместе. Спасибо вам огромное за кучу-кучу поздравлений нашей родне, за Сержунину, в общем, за все-все-все поздравления. И скоро будем наряжать елку. Вы нарядили, кстати, напишите, потому что мы уже скоро. Нифига ж себе, Гришка, тут заставку на компьютер поставил. Сейчас буду выставлять видео. Сначала надо смонтировать одно, а потом будем выставлять. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова